Вопрос, связанный с реализацией и с незаконным оборотом алкогольной продукции, является одним из самых важных. Посему нашим правоохранительным органам, мы сегодня с утра на 7-часовом совещании еще раз об этом с руководителем правоохранительных органов говорили, задачу поставили, службу участковых и полномоченных полиции, руководители районов, территориальное общественное совправление, все про все все знают. Знают, кто торгует, знают, чем торгуют, знают, когда торгуют. Участковые и полномоченные тоже эти вещи реально должны знать. Поэтому и просьба, и поручение, и вам, как федеральному или республиканскому органу, значит, надзорному, вместе с правоохранительными органами, вместе с общественностью, вместе с территориальными органами самоуправления, которые определены управляющие компании, вы тоже все прекрасно знаете, не случайно ходите на наши совещания хозяйственных руководителей. Я думаю, вы тоже должны быть интересованы в том, чтобы в тех микрорайонах, где вы занимаетесь обслуживанием жилого фонда, был бы нормальный общественный порядок. Поэтому все все прекрасно знаем. В нашем общем доме секретов нет. Поэтому задача наводить элементарный порядок. Мы за то, чтобы малый бизнес и в сфере торговли развивался, но мы против того, чтобы малый бизнес делал бы или встроил свое благополучие на спаивании детей, молодежи, прикрываясь красивыми лозунгами, что малый бизнес нужно поддерживать. Такой малый бизнес, который спаивает людей, как говорил Николай Озеров, помните, такой футбол нам не нужен, что ли? Так говорили? Мы с таким бизнесом, с малым общий язык найти не сможем. Со всем остальным мы находим, общий язык поддерживаем, помогаем. Но вот с таким малым бизнесом, как говорят, шаговой доступностью, чтобы прийти в неустановленное с законом время, из-под пола торговать, испаивать молодежь, мы согласиться просто не можем. Какими красивыми лозунги не звучали по поддержке малого бизнеса и торговли?